Посмотрите на эти цифры. Это население Земли, которое на сегодняшний день составляет 8 миллиардов человек. А теперь взгляните на эти два графика. 5 миллиардов человек. Такое количество людей сегодня пользуется интернетом. Из них 4,7 миллиардов человек используют социальные сети. Это более половины всего населения нашей планеты. И с каждым днем это количество только растет. И прямо сейчас все эти пользователи интернета, в том числе и мы с вами, становимся свидетелями глобальных перемен и возникновения совершенно нового поколения интернета, который может изменить устоявшиеся мировые порядки. Прямо сейчас мы стоим на пороге нового технологического развития, которое может в корне изменить весь наш мир. Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день абсолютное большинство всех сегментов интернета контролируется несколькими крупнейшими технологическими компаниями, которые имеют полную власть над всеми вашими действиями. И в ответ на сложившуюся олигополию от крупных мировых корпораций начал стремительно развиваться интернет нового поколения, который получил название Web 3.0, собравший в себя самые последние технологические достижения человечества. Искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейн-технологии, децентрализацию, криптовалюты, NFT, метавселенные. Но чтобы лучше понять, как устроена данная концепция, вспомним, как все начиналось. Период с 1991 по 2004 год называют периодом Web 1.0. В это время интернет представлял собой набор статичных страниц, где вы могли только в режиме чтения просматривать какую-либо информацию на сайтах. Вы могли читать текст, смотреть картинки или слушать музыку. Но никакого обратного взаимодействия со стороны пользователей не было. Такой интернет получил название Read Only, только чтение. Период с 2004 по сегодняшний день называют периодом Web 2.0. С появлением социальных сетей, интерактивных платформ и различных сервисов, статичные сайты превратились в целую экосистему веб-приложений, где каждый человек мог разместить свой собственный контент, взаимодействуя при этом с другими пользователями. Такой интернет получил название Read Write – чтение и запись. Но именно в Web 2.0 появляются главные проблемы. Пользуясь различными сайтами, социальными сетями или веб-приложениями, вы обращаетесь со своим запросом к серверу, который выдает вам необходимый ответ или записывает данные, которые вы вносите. Эти серверы принадлежат конкретным людям или компаниям, которые имеют полную власть и которые по собственному желанию могут заблокировать ваш аккаунт, ограничить ваши действия или удалить весь ваш контент, если он вдруг не будет соответствовать их политике. Еще одной проблемой является передача ваших конфиденциальных данных третьим лицам, которые могут быть намеренно использованы для корыстных целей. Стало понятно, что Web 2.0 нуждается в обновлении, поэтому с недавнего времени появилось такое понятие как Web 3.0. Сама концепция Web 3 зародилась несколько десятилетий назад, но интерес к ней оживился в последние годы на фоне популярности криптовалют, NFT и децентрализованных финансов. И предполагается, что в будущем именно эти направления станут основными технологическими составляющими, которые помогут каждому человеку пользоваться финансовыми услугами, не используя при этом традиционные финансовые системы. И если вы хотите уже сегодня с полного нуля освоить децентрализованные финансы, узнать, что представляет из себя эта технология, как она работает и как с помощью нее можно зарабатывать, то специально для этого мы создали самый подробный, простой и понятный курс по заработку на DeFi. С помощью наших обучающих уроков и пошаговых инструкций, абсолютно каждый человек без каких-либо первоначальных знаний сможет освоить децентрализованные финансы и начать стабильно зарабатывать. Наш авторский курс по заработку на DeFi доступен бесплатно для всех участников нашего закрытого канала. Если вам интересно, то всю информацию вы сможете найти в описании под этим видео. Web 3.0 – это совершенно новый этап развития интернета, где будут задействованы блокчейн-технологии и все самые лучшие инструменты децентрализации. Важно отметить, что Web 3.0 выходит далеко за пределы обычного использования интернета и полноценно проникает в нашу с вами жизнь. Основная задумка Web 3.0 – это полное изменение существующей финансовой системы, взаимодействие людей, правил работы компаний и построение абсолютно нового мира. Недаром главный идеолог понятия Web 2.0 Тим Орелли определяет Web 3.0 как интернет, который будет взаимодействовать с физическим миром. Эта концепция также схожа с метавселенной, где интернет-пространство взаимодействует с реальным физическим миром посредством дополненной или виртуальной реальности. Не будем на этом останавливаться, потому что про метавселенную и про то, как она изменит всю нашу жизнь в будущем, мы писали в нашем открытом телеграм-канале. Обязательно переходите по первой ссылке в описании и ознакомьтесь с этим интереснейшим материалом. Основные особенности Web 3.0 заключаются в следующем. Первое — это децентрализация. Все данные больше не будут храниться на единых серверах, которые принадлежат конкретным людям или компаниям. Это будет распределенная база данных, которая будет храниться на множестве узлах. Технология блокчейн поможет организовать хранение данных, а также установить доверие между пользователями. Второе — криптовалюты и NFT. Они будут играть ведущую роль в новом поколении интернета, поскольку именно они берут на себя функцию защиты цифровой собственности в децентрализованных блокчейн-сетях. Третье — доверие и отсутствие ограничений. Все пользователи интернета смогут взаимодействовать друг с другом напрямую, без необходимости посредника или третьей стороны, а также без разрешения со стороны регулирующих органов. Четвертое — открытый исходный код. Большая часть всех активов в Web3 будет создаваться при помощи программного обеспечения с кодом, который будет открыт и доступен сообществу разработчиков. Именно прозрачность будет играть ключевую роль, создавая более надежную цифровую среду. Пятое — весь ваш контент, который вы загружаете в интернет, может быть токенизирован и представлен в виде токенов NFT. То есть любой созданный вами контент может обладать уникальностью и подтверждать право владения на этот контент. Это поможет авторам контента проще на нем зарабатывать. Шестое — искусственный интеллект и машинное обучение. Компьютеры смогут понимать информацию так же, как это делают люди, предоставляя каждому пользователю более релевантный контент, исходя из его предпочтений. Седьмое — повсеместный доступ. Web3 позволит выходить в интернет с любого места и с любого устройства, не только с компьютера и телефона, но и с новых видов интеллектуальных гаджетов. Восьмое — Web3 предполагает единый способ авторизации, который будет ключом ко всем ресурсам в интернете. Грубо говоря, ваш созданный аккаунт может быть использован и для входа в социальные сети, и для использования кошелька, и для оплаты товаров через ваше банковское приложение. Но при этом все это будет анонимно. Вы сможете пользоваться всеми услугами в интернете, но при этом не будет никакой возможности отследить вашу реальную личность. Девятое — Web3 предполагает, что все организации, компании, сервисы и приложения будут представлять собой децентрализованные, автономные организации. Это такие организации, в которых нет управляющего лица, директора или владельца. Главными лицами здесь выступают пользователи, которые имеют право голоса. Десятое — метавселенная, которое будет представлять из себя улучшенные социальные сети из Web2.0. На данный момент Web3 — это молодая, развивающаяся и обширная экосистема. На данном этапе крупнейшие мировые компании инвестируют значительные средства в эту технологию, экспериментируют с NFT и метавселенными, тестируют работу DeFi и оценивают их потенциал, совершенствуют децентрализованное хранение данных и работают над масштабированием всей системы, улучшая пользовательский опыт приложений. Но несмотря на все вложенные усилия, для массового принятия Web3 необходимо еще огромное количество работы. Но уже сейчас мы можем наблюдать, что эта новая технология постепенно проникает в нашу с вами жизнь, меняя привычный для нас мир. Субтитры создавал DimaTorzok